Всем привет! Блокпост начинает работать! Рубрика Хобби-часть Итак, татаро-монгольские враги, ну или монголы. В начале 13 века по Евразии прокатилась взявшаяся будто бы из ниоткуда волна, уничтожившая могущественное государство, казавшееся вечными и полностью поменявшая политическую карту. Этой волной были монголы-татары. Они прошли от Тихого океана до Дриатики, наводя ужас на всех своих противников. Войско татаро-монгол состояло из преимущественно из конницы. Основной силой являлась тяжёлая конница, умело применявшая луки для дистанционного боя и копья для атак в сомнутом строю. Нет, это не написано в правилах. Так говорится в том кусочке бека, который имеется в коробочке золотой монголы, золотая орда, в коробке от звезды. Вот тут вот инструкция по сборке, а здесь вот эти вот бессмертные слова. Ну вдруг, думаю, вы не читали никогда. Я вам прочитал. Итак, поставив перед собой цель набрать монгольскую армию, я задумался над тем, а какие юниты, собственно говоря, какие войска будут в этой армии. Правила, в принципе, сразу хочу сказать, они дают свободу игроку. Если хочешь, ты можешь набирать в армию любые войска. Но я решил, что пойду путём таким, ну скажем, историческим. То есть, если в армии монголов, ну скажем так, пехоты в каких-то серьёзных количествах не было, так её и не будет. Это значит, что монгольская армия вся будет конной. Перебирая в правилах типы конных отрядов, я для себя определил следующее. У монголов была тяжёлая конница, ударная. Значит, у них будут конные латники. У монголов были отряды, ну, то, что называлось в Европе сержанты, конные сержанты. Тоже такие средневооружённая конница также была, которая способна была и в рукопашную, и пострелять, естественно. Есть ещё в правилах конные ополченцы, но я от них решил отказаться, потому что всё-таки монголы – это такая армия не очень большая, мобильная, и вряд ли они каких-то там оборванцев брали с собой в поход. Поэтому конных ополченцев я отыгрывать не стану. Вот. И, собственно, конница на этом в правилах закончилась. Итак, конные сержанты и конные латники. Далее давайте смотреть на цены. А цены и правила. Правила нам говорят, что конные латники стоят 6 очков. А в армию стандартную на 24 очка нельзя взять отрядов больше, чем одинаковых, чем на 12 очков. Таким образом, мы можем взять в армию только два отряда конных латников. Хорошо. Теперь сержанты. Конные сержанты стоят 4 очка. 4 очка – это значит, что таких отрядов можно взять в армию максимум 3. Три отряда. Три по 4 – 12. И два раза по 6 – тоже 12. 24 очка. Таким образом, в армии может у нас быть максимально 5 отрядов. 5 отрядов по 6 тушек – 30 бойцов. Что ж, 30 бойцов – это неплохо. Это немного, самое главное. Дальше, полистав внимательно правила, я для себя определил, что сержанты могут быть двух типов. Ну, просто обыкновенные сержанты-рукопашники. И таких отрядов тогда нам в армию нужно, соответственно, 3. Либо сержанты могут быть с луками. Для монголов, сами понимаете, конные лучники – это очень актуально. Это отряды, которые стоят по 5 очков. И тогда уже мы можем набрать в армию только 2 отряда конных сержантов, стреляющих из лука. Так, хорошо. Значит, получается, что нам надо что? 2 отряда конных лучников и 1 отряд сержантов, которые вооружены каким-то рукопашным оружием. Саблями, топорами, булавами. И при необходимости мы можем выставить на поле либо 2 чистых отряда конных лучников, либо, смешав стреляющих и рубящих бойцов, мы сделаем 3 отряда конных сержантов, и всё по визивигу будет замечательно. Ну и плюс 2 отряда ударной тяжёлой конницы. Вот такие вот мысли, в принципе, посетили мою голову. Ну а теперь давайте набирать получившийся ростер. Представляю вашему вниманию 2 отряда тяжёлой монгольской ударной конницы. Ну, 2 отряда конных латников. Как я их себе представляю и как их можно собрать из соответствующих наборов от звезды. Сам процесс сборки будет показан подробно далее, но мало ли кто-то не будет смотреть видео. Сразу хвастаюсь готовым результатом. Перед вами 2 отряда монгольских конных лучников-сержантов. Опять же, подробный рассказ о том, как я их собирал и чего тут делает знаменосец, далее в видео. И на закуску последний отряд – это конные сержанты, вооружённые всяческим разным колюще-режущим оружием. Опять же, процесс сборки и конверсии будет показан в видео. Всем доброго времени суток! Как я и сказал в прошлом ролике, русская армия, в общем-то, у меня набрана. И пришло время набирать армию противников русского государства на XIII-XIV век. А здесь, как говорится, одним из основных врагов были монголы. Коробочку мы этого с вами обозревали. Дополнительно к этому у меня есть купленный срок старый набор, остатки набора монголов тоже от «Звезды». Ну вот, из этих двух кучек полиэтилена, я думаю, мы сейчас что-нибудь и соберём. Задача сейчас нам что? Снять с литников вот эти замечательные фигурки, распределить их по лошадкам и как-то уже прикинуть, где какой отряд у нас будет, что набирается. Чтобы нам ничего не напутать, используем инструкцию по сборке, хоть я к ней презрительно относился, как-то там, ну, типа, мол, всё, что сложного. Но нет, ребятушки, тут всё не так уж бессмысленно. Давайте будем идти по инструкции. Каждому всаднику, его отвес и его лошадку. Вот этот вот всадник у нас под номером 7, ему полагается лошадка под номером 8. Для начала просто их совместим, соберём. Так, это так называемый командный литник. Так, и его же ещё и этот самый товарит лук. Вообще, знаете, тема монголов интересная тема. Когда-то давным-давно в младшем школьном возрасте, ну, может быть, не в младшем, в среднем, попал с моей руки книжка, точнее, две книжки. Товарища Яна называлась одна книжка Чингисхан. Чингисхан, а вторая Батый. Ещё у него, кажется, и третий есть, к последнему морю, но я тогда её не читал. Вот, а вот Чингисхана и Батый я читал, и очень она мне понравилась, честное слово. Я прям, прям сидел и млел там, так всё здорово, такая, знаете, эпическая вещь. Если не читали, почитайте. Она, конечно, для взрослого человека, ну, не очень как бы так. Ну, в целом, книжка интересная. Так вот, в эпоху попадаешь сразу. Да, кстати, кстати, о книжках и взрослых детях. Знаете, ой, блин, шестопёр погнул. Вот, я о чём хочу сказать-то, да, о книжках и взрослых детях. Книги, которые ты читал в детстве, к сожалению, когда пересчитываешь о взрослом состоянии, как-то совсем не такое на тебя оказывает впечатление. Ну, как бы, странно, казалось бы, хотя с чего странного? Ну, возникает такое, знаете, сожаление. Читаешь, хочешь окунуться снова в те же переживания, а нет, в те же уже не окунуться. Да, ну, ладно. Командный литник мы разобрали. Сейчас будем снимать с больших литников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ребятушки, первые выводы. Первые выводы по снятию с литников. Это красно-коричневый полиэтилен от звезды. Страсть какой хрупкий. Имейте в виду, потому что я криворукий. Что сделал? Я уже всё-таки доломал шестопёр этому командиру. Пришлось какими-то микроскопически тонкими свёрлами сверлить и тут всё. Вставлять проволочку. Вот в этом месте просто отломилось напрочь. Беда бедовская. Ну, я, конечно, криворукий, врать не буду. Дальше я отломил знамя. Вот прямо вот здесь в кулачке я его отломил. Получилось, конечно, косовато. Ну, вставил проволочку. Вроде будет пока держаться. Оно, в принципе, даже к лучшему, потому что, если бы я сразу не отломил в этом месте, и в этом потом бы уже покрашено отломилось. Лучше хотя бы так. Хотя, конечно, всё равно я криворукий. Это вывод первый. Очень аккуратно. Я так предполагаю, что и лошадки крепятся тоже на очень... Это тоже опасное место. Имейте в виду, когда будете с литников срезать. Ну и давить надо аккуратно, начать ломиться тут нафиг и всё. Уже не заштифтовать. Ножки тонкие. Вывод номер два. Вот вы не поверите, ребята, но я первый раз вообще использую, ну, как сажаю всадников от звезды вот на эти вот штырёчки в отверстие, да, вот, которые у седла есть. Вот. И знаете, какая штука? Мне очень понравилась. Никакой возни со штифтами. Просто щёлк-щёлк посадил, и всадники никуда без всякого клея не падают. Всё чудесно, всё прекрасно. Мне эта идея звезды нравится. Это, конечно, прекрасная штука. Вот. Ну и вывод третий. Всё-таки, ребята, как хорошо работать с фигурками без облоя. Ну, это просто сказка какая-то. Блин, просто красота. Вот. Всё прямое, всё аккуратное. Просто душа радуется. Не знаю, как краска ложится будет на это дело, но... Да, я, конечно, понимаю, что это трэш и ужас будет. Все эти, всю эту бахрому, все эти кубички там покрасить. Это будет, ну, мне, конечно, не делать так, но... Хотя ты как-то понимаешь, что надо красить, это уже хорошо. Вообще хорошо, да. Вот. Ну, теперь давайте дальше пойдём по хобби нашему. Продолжение следует...